Здравствуйте, меня зовут Александр Самарцев и это обзор новостей за неделю. Только важные события, которые попали в объектив наших телекамер. То, что осталось за кадром официальных средств массовой информации, вы увидите здесь, на независимом канале 1612. На этой неделе Верховной Раде Украины говорили о Республике Казахстан. Известный украинский политик, вице-спикер Верховной Рады Руслан Кашулинский сделал заявление. Он заявил, что новому президенту Украины Петру Порошенко следует игнорировать президента Нарсултана Назарбаева, раз тот поддерживает аннексию Крыма. Это должно проходить красной нитью через всю деятельность новой власти и избранного президента. Украинские власти не должны себе позволять никаких преференций, никаких уступок к тем странам, которые поддержали аннексию Крыма. Украинский политик посоветовал казахам бороться за свою независимость, угрозой для которой стал Евразийский Союз. Если народ сдаст без боя свою землю, язык и культуру, то Казахстан поглотит Российская Федерация. Казахи сами должны решать, как они хотят жить на своей земле, каким путем пойдут дальше. Если этого не будет, то Россия будет использовать все средства, чтобы захватить территорию казахов. В первую очередь начнут использовать средства информационной пропаганды, а затем начнутся и военные действия. Почти военные действия идут на территории Казахстана. Власть отбирает у народа последнее. Судебные исполнители до того рьяна исполняют свой служебный долг, выселяя людей по искам банков, что не иначе как зверствами их действия не назовешь. Исполнители готовы выполнить любой приказ начальства. Они ломают руки, бьют женщин, угрожают подбросить наркотики. И даже маленькие дети, которые присутствуют при вопиющем поведении властей, этих ничуть не смущают. Когда было солнце, мы спали. Пришли, замок сломали. А кто сломал? Солдаты? Полиция? При таком произволе казахстанская полиция занимает позицию стороннего наблюдателя, и лишь активисты движения «Оставим народу жилье» продолжают борьбу. В одиночку в Казахстане не выжить, потому что закон представителям власти не писан. Существует беззаконие, когда судебные исполнители в окружении охраны военизированной совершают штурмы, рейдерские захваты женщин и детей, ворваться в квартиру без предупреждения в 6 часов утра, напугав ребенка и захватив эту квартиру, угрожая этой женщине, говоря ей о том, что мы тебя убьем, если ты будешь сейчас сопротивляться, и никакие твои силы тебе не помогут, ты должна отсюда выходить, не предупредив ее об этом. Это противозаконные действия. И с этим согласятся все здравомыслящие люди. Так и живет казахстанский народ в постоянном страхе да по волчьим законам. И дело не только в проблемных должниках. Предвзятое правосудие в Казахстане встречается на каждом шагу. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить суд над газетой «Асанди Таймс». Ее закрыли в апреле. Но, однако, у опального издания еще оставалась надежда на апелляционную инстанцию. Будет рассмотрена наша апелляционная жалоба, которую мы написали на решение Медеусского суда. Ну, чуда мы не ждем. Чудо и не произошло. Слушание прошло формально. И одну из последних оппозиционных газет Казахстана закрыли окончательно по решению судей Базарбаева. Вы смотрите еженедельный обзор новостей, о которых вы не узнаете по официальному телевидению. Новости без цензуры только на канале 1612. Мы продолжаем, даже несмотря на то, что казахстанские власти пытаются парализовать деятельность оппозиционных СМИ. На этот раз удару подвергся астанинский офис телеканала 1612. Десять человек представились сотрудниками Финпола и принялись проводить обыск, а точнее сказать зачистку. В результате изъято из редакции было практически все. Стационарный компьютер, ноутбук, жесткие диски, камера и даже принтер. Хотя все оборудование являлось личной собственностью работников редакции. В данном случае ведь изымались те вещи, как даже вот мы говорили, причем тут видеокамера. Это видеокамера, личная собственность и видеокамера, никаких там информаций, ничего не содержится. Но все равно, как бы сказать, они изъяли. Эта задача понятна, конечно, хотя и не расшифровывали. Задача их понятна, чтобы ликвидировать вот такой вот именно островок свободы слова, который в основании есть у нас благодаря журналистам. Но так называемый островок свободы в лице канала 1612 жив, и мы продолжаем освещать события, которые казахстанские власти предпочитают умалчивать. Потому как на некоторые реалии здоровым и здравомыслящим людям больно смотреть. Речь о жестоких пытках в казахстанских колониях. В одной из них наиболее изуверской колонии «Жаман Сопко» отбывает срок известный правозащитник, лауреат престижной премии Людовика Трарье в области борьбы за права человека Вадим Курамшин. В тюремных застенках Вадима подвергают избиениям и постоянному давлению. Администрация колонии натравливает на него других заключенных, отказывает в звонках. Чтобы добиться перевода в другую зону, Курамшин объявил бессрочную голодовку. Заключенный правозащитник истощен до такой степени, что родные и близкие серьезно опасаются за его жизнь. Со 2 июня объявил голодовку в знак протеста, потому что его там гнобят. Администрация гнобит, настраивают заключенных против него, угрозы всякие ему и его жене, что все материалы Катя публикует. Он потерял очень много веса, то есть за 5 дней он потерял около 5 килограмм. При этом ему запрещают звонить, то есть мы расцениваем это как целенаправленное давление со стороны администрации. Вечером 9 июня стало известно, что Вадима Курамшина готовят к этапу в лечебную зону в Семипалатинске. Значит ли это, что на самом деле перевод состоится, еще не факт. Однако известный во всем мире правозащитник будет бороться за справедливость любыми средствами. Главное выжить. Но выживать сложно не только в казахстанских тюрьмах. На воле условия существования простых казахстанцев тяжелы, а порой невыносимы. Люди живут в постоянной нужде, поэтому приходится зарабатывать себе на жизнь любыми способами. Так у безработных женщин из поселка Черемшанка единственным заработком был сбор дикорастущего лука или черемши, которая испокон веков обильно растет в тех краях. Однако даже природные богатства Казахстана не для его бедных граждан. По казахстанским законам те, кто срезает черемшу, рискуют попасть за решетку на три года, либо заработать многомиллионный штраф. А в лесу ее очень много. Именно все бугры этой черемши и заготовка леса на этой черемши происходит. Их миллионы не штрафуют. И это все тракторами месяц. Им миллионы не дают. Мне осталось до пенсии два года. Как я должна жить? Мне, я вот эту черемошку сама ездю, рву. Горы вот такие, я по ней лазаю, на рву принесу, стараюсь продать. Прецеденты по собирательству черемши были и на нарушителей спорного закона наложены огромные штрафы, что вызвало негодование общественности. Однако хоть экологи и считают, что можно разрешить промысел черемшой для местного населения, закон менять никто не собирается. Как говорится, проблемы индейцев шерифа не колышет. Другое дело уголовное законодательство. Законы по ограничению прав и свобод граждан Казахстана переписываются завидной регулярностью и все больше поощряют преступность. Именно так общественники характеризуют новый уголовный кодекс Казахстана. Проект единогласно одобрен парламентом и теперь направлен на подпись президенту Назарбаеву. Неправительственные организации бьют тревогу. Они пытались указать на ошибки верхам, но их, как обычно, слушать не стали. Вводятся нормы, которые ущемляют конституционное право граждан на свободу совести. То есть, есть норма, что человек вправе придерживаться той или иной веры, исповедовать ее единолично или в группе единоверцев, или не исповедовать никакой. Уголовный кодекс ужесточает ответственность за то, что человек исповедует свою религию не в официально зарегистрированном религиозном каком-то объединении. Очень ограничивается право на свободу слова. Я бы даже сказала, что оно ограничено сильнее, чем многие другие права. Тамара Калеева и ее соратники по неправительственным организациям с последней надеждой решили обратиться напрямую к президенту Назарбаеву. Общественники просят Елбасы наложить на закон ВЕТА и привести его в соответствии с международными нормами. Пока что бессменный лидер нации ответа на обращение не дал. Да и всерьез рассчитывать на него, пожалуй, не стоит. Всем известно, что ужесточение уголовных законов – прямой путь избежать повторения украинского Майдана. А это, похоже, главный приоритет политики Нурсултана Назарбаева. И напоследок, снова о нем, о лучезарном. Историк Зейбек Кабулдинов предложил создать еще один государственный символ. И это не что иное, как символ в лице самого Нурсултана Назарбаева. Для меня это абсолютно абсурдная идея. Я считаю, что это инициатива его подхалимов, которые хотят из него превратить его в символ. Действительно, за какие заслуги Назарбаева создавать из него государственный символ – неизвестно. Илбасы никогда не боролся за независимость Казахстана. Напротив, по мнению многих политиков, недавно подписав договор о Евразийском экономическом союзе, Назарбаев и вовсе поставил под угрозу независимость страны. Что уж говорить об отношении бессменного лидера нации к собственному народу, когда демократия в стране давно превратилась в тоталитаризм без права выбора. Такими были события за неделю по версии канала 1612. Мы и дальше будем вас информировать о самом важном, что происходит в Казахстане без цензуры. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова